Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл занятий, посвященных малочисленным народам Севера. И в ходе сегодняшнего занятия мы рассмотрим традиционное семейное устройство, которое существует в рамках культуры коренных малочисленных народов, которым посвящен цикл наших передач. Итак, как выглядит традиционное семейное устройство у народов Севера? Прежде чем ответить на этот вопрос, безусловно, нужно рассмотреть те формы, которые существуют в традиционной культуре и позволяют создать семью. То есть традиционная, так называемая свадебная обрядность, которая предшествует созданию крепкой традиционной семьи. В этом смысле традиционная культура народов Севера подразумевает очень многоаспектную, хорошо проработанную, детальную обрядность, которая позволяет в полной мере соблюсти все традиции и создать ту форму семьи, которая считается принемлемой у того или иного народа. По этой причине форм заключения браков и, соответственно, форм заключения брачных союзов между юношей и девушкой выделяется несколько основных разновидностей. В частности, при заключении брака возможны несколько наиболее приемлемых, с точки зрения коренных народов, вариантов. Ну, во-первых, естественно, очень велика роль при выборе брачного партнера, стариков, которые определяют возможность вступления в брак между юношей и девушкой, входящими в состав того или иного рода или малого рода коренных народов Севера. То есть народы, которые, старики, которые хорошо знают родственные связи друг с другом позволяют в том небольшом количестве людей, составляющих тот или иной народ, выбрать партнера наиболее далекого по родственным связям для того, чтобы избежать кровосместительных браков. И в этом смысле роль стариков, безусловно, очень велика, очень важна. И именно они, старики, либо взрослые мужчины и женщины, играют определяющую роль в выборе брачного партнера и в дальнейшей свадебной обрядности, которая сопровождает заключение брака. По этой причине, в принципе, заключение брака отнюдь не было в традиционном обществе коренных народов добровольным делом юноши и девушки. Безусловно, их точка зрения, их мнение учитывалось здесь отнюдь не самым исчерпывающим образом. Да и сама традиционная культура, она подразумевала скорее не учет каких-то взаимных привязанностей, а скорее практическую ценность заключения брака между теми или иными людьми. По этой причине именно взрослые люди, именно старики, играли определяющую роль в подборе брачного партнера. В принципе, по самим формам заключения брака, возможно, были различные варианты, среди которых наиболее широко распространенным среди всех народов был так называемый сговор, то есть договоренность, которая достигалась между родителями жениха и родителями невесты. То есть именно родители, в первую очередь отцы, но и в значительной степени матери, определяли быть или не быть тому или иному браку. Соглашаться или нет отдавать дочь, например, за одного юношу или подыскать ему, ей другого брачного партнера. И поэтому сам сговор происходил, естественно, тоже между родителями. Не между женихом и невестой, а именно между родителями. Обязательным условием для заключения брака практически для всех народов Севера являлась уплата так называемого колыма, то есть выкупа за невесту. И только после этого могли быть какие-то дальнейшие движения в сторону заключения брака. И вот само заключение сговора, оно в первую очередь подразумевало переговоры по поводу величины колыма, который должен быть выплачен за невесту. В принципе, само слово «колым» пришло и в русский язык, и в науку, из тюркских языков, где оно и означало «выкуп за невесту». В принципе, по сути своей и у народов Севера выплата колыма, она имела тот же самый смысл. То есть, с точки зрения внешней, выплата колыма напоминала покупку невесты. И в определенных источниках, еще 19 века и в советское время, выплата колыма за невесту считалась чем-то унизительным, то есть, чем-то, что является сродни рабовладению, то есть, приобретение жены в свою собственность. Реально, естественно, ничего общего с каким-то угнетением либо рабовладением выплата колыма не имела. Фактически, уплата вот этого выкупа за невесту имела под собой только один единственный смысл. Это компенсация семье невесты за потерю рабочих рук, лишних рабочих рук. Как я уже упоминал на предыдущих занятиях, в семейной и вообще в социальной структуре коренных народов были приняты обычаи патриархата, то есть, в том числе, которые подразумевают и переход молодоженов на житье к родителям жениха. И, соответственно, невеста покидала свою семью, покидала свой род, и род лишался рабочих рук, которые никогда не бывают лишними на севере. Именно за эту потерю рабочих рук и выплачивался колым, а вовсе не за приобретение в собственность живого человека. И об этом говорит и тот факт, что, собственно, владели колымом, то есть, тем имуществом, которое отдавалось за невесту, владели именно родители невесты. Именно они получали этот выкуп, именно они им пользовались, именно они распределяли его и между другими родственниками по мере необходимости. То есть, таким образом и выглядела такой смысловой нагрузкой и обладала выплата колыма, существовавшая у народов севера. Ну, буквально до настоящего времени еще такой обычай встречается у некоторых групп. Помимо такого варианта, то есть, сговор и выплата колыма, заключение брака возможно было и другим способом. И вот этот способ как раз подразумевает обход возможной уплаты колыма. Это заключение брака так называемым убегом. То есть, когда молодые люди договаривались и убегали и вступали в фактический брак неосвященной традицией. Безусловно, вот на такой шаг шли, как правило, юноши, которые были не в состоянии заплатить колым. И именно поэтому они вынуждены были прибегать к такой, скажем, не совсем традиционной форме заключения брака. А, безусловно, в браке такой формы немалую роль играла и взаимная симпатия между молодыми людьми. То есть, ничто человеческое, безусловно, не чуждо любой и традиционной, в том числе, культуре. Но после того, обычно, вот такой брак убегом, естественно, вызывал порицание и со стороны родителей жениха, но со стороны родителей жениха в меньшей степени, поскольку экономил определенные средства. И в большей степени он порицался родителями невесты и родом невесты. В результате молодые люди оказывались как бы выброшены из социальной структуры своего народа и вынуждены были определенное время вести жизнь, напоминающую жизнь изгорев. Но, как правило, традиция была достаточно мягка в этом отношении и достаточно было года, максимум двух, для того, чтобы все забылось, и молодые люди получали возможность вновь вернуться в лоно своих семей, помириться с родителями. Ну, в некоторых случаях этот срок продлевался до рождения первого ребенка. И, как считалось, рождение ребенка покрывает любые грехи. И с появлением ребенка родители невесты и жениха вынуждены были идти на примирение. То есть, существовал даже на этот счет специальный обычай, когда молодая семья, включая и новорожденного ребенка, отправлялись с подарками в дом родителей жены, подносили эти подарки и отцу, и матери жены, просили прощения. И, как правило, в 99,9% случаев получали это прощение и могли продолжать жизнь уже на правах полноправных супругов, на правах членов рода, на правах полноправных членов общества, традиционного общества. Помимо вот такого брака по взаимному согласию, существовал также и обычай так называемого умыкания. Этот обычай более характерен был для народов кочевых, которые более подвижны, ведут более, менее, вернее, привязанный образ жизни к какому-то определенному месту. И для таких народов была характерна традиция, грубо говоря, воровства невесты. Как правило, такое воровство невесты, оно также совершалось в большинстве случаев по согласию невесты, но невеста, естественно, никогда в этом признаться не могла и должна была играть свою роль, скажем так, жертвы в данной ситуации. Но, тем не менее, это тоже один из способов и избежать выплаты Колыма, с одной стороны, и, с другой стороны, доказать свою молодецкую удаль, свою способность к мужским таким поступкам, которые были характерны именно для кочевых народов, более традиционно, более воинственных, по сравнению с народами, ведущими оседлый образ жизни. И после создания, после заключения брака тем или иным способом, после создания семьи, молодые люди вступали уже в совершенно новый период жизни. Более того, сама свадебная обрядность, которая сопровождала заключение брака, она подразумевала под собой целый ряд обрядов, которые характеризовали смерть юноши и девушки, символизировали, точнее говоря, смерть юноши и девушки и воскрешение их в качестве совершенно новых сущностей. То есть, взрослый человек, человек, состоящий в браке, считался существом совершенно иного плана, чем юноша или девушка, еще не познавшая семейной жизни. Именно поэтому вступление в брак считалось такой очень важной эпохальной границей в жизни, в существовании человека, как мужчины, так и женщины. То есть, человек, не вступивший в брак, не родивший ребенка, не считается в полном смысле человеком, не считается полноправным и полноценным членом общества. Вот именно вот такое введение в полноправные члены общества и символизировало та сложная свадебная обрядность, сопровождаемая жертвоприношениями, различными сложными ритуалами, которая практиковалась у народов Севера. Как я уже сказал, традиционная культура, в том числе и свадебная культура, традиционное семейное устройство у народов Севера, у малых народов Севера, основывались, в большей части основывались на базе патриархата. То есть, брак был патрилокальным, молодые люди жили на территории семьи мужа. Счет родства был патрилинейным, и на основе этого мы можем говорить о том, теоретически, подчеркиваю, теоретически можем говорить о том, что мужчина, казалось бы, обладает преобладающими правами внутри семьи. То есть, мужчина с точки зрения патриархальных устоев формально должен был бы считаться главой семьи, главой дома. И таким образом, именно на мужчине должны были базироваться все семейные устои. Так это или нет? С одной стороны, да, поскольку действительно нормы патрилинейности и патрилокальности брака налагали определенные обязательства и определенные права на мужчину. А с другой стороны, и не так, поскольку женщины обладали достаточно большими правами в традиционном обществе малых народов Севера. Другое дело, что вот этот патриархальный устрой, устой традиционной семьи, он налагал на женщину определенные ограничения, определенные запреты. И эти запреты должны были очень жестко соблюдаться. Что относится к числу таких запретов? Ну, например, женщина должна была соблюдать обязательные обычаи закрывания и избегания. То есть, здесь имеется в виду то, что женщина должна была избегать общения с родственниками своего мужа, с родственниками мужского пола своего мужа. И в первую очередь это касалось младших братьев и отца своего мужа. То есть, женщина должна была избегать приближаться к ним очень близко. Женщина должна была закрывать от них свое лицо. То есть, это так называемые обычаи закрывания. И, соответственно, женщина таким образом ограничивала свое общение с вот этой категорией родственников. Этот обычай не распространялся на общение женщины с родственниками своего мужа женского пола. Хотя и подразумевалось, что это общение должно происходить на очень уважительных основах. То есть, жена должна была к родственникам мужа, к женским родственникам своего мужа относиться с большим уважением. Ну, а мужчин, родственников своего мужа, она должна была избегать. Многие ученые видят в этом обычае пережитки древнего так называемого группового брака. То есть, когда определенная группа родственников мужчин автоматически считалась мужьями определенной группы женщин. И когда этот обычай стал уходить в прошлое, стали возникать определенные запреты, ограничивающие возможность такого группового брака. И вот, как считается, одна из теорий, во всяком случае, вот обычай закрывания и избегания является обычаем, возникшим в эпоху отмирания группового брака. И является наследием очень древних эпох. Ну, в принципе, не первый и не последний раз мы с вами сталкиваемся, что в традиционной культуре коренных народов Севера существуют пережитки очень древних эпох, очень древних обычаев и традиций. И, в частности, обычай закрывания и избегания является одним из таких очень древних пережитков. Кроме того, женщина внутри своего семейного быта, внутри семьи обязана была соблюдать еще ряд определенных ограничений и запретов. В частности, женщине запрещалось либо прикасаться и особенно переступать через предметы, которые принадлежали мужчине. Это было очень важным запретом, это было очень важным с точки зрения мировоззренческой правилом, поскольку женщина считалась существом нечистым в мировоззренческом смысле, не физиологическом, конечно же. С существом нечистым с точки зрения традиционных верований и особенно в те периоды, когда случались, скажем так, ежемесячные циклы у женщин. Это связано, еще раз подчеркиваю, абсолютно не с физиологическими представлениями, а с религиозными, поскольку существует у всех народов Севера такое понятие, как живая и мертвая кровь. И вот женщина фактически оказывалась в определенные периоды источником мертвой крови, которая считалась достаточно опасной или вредоносной, во всяком случае, для определенного ряда вещей. И по этой причине существовал запрет прикасаться к мужским предметам. Считалось, что в таком случае предметы, которые использует мужчина, перестанут исполнять свои функции. То есть охотничьи предметы перестанут добывать животных, предметы для рыбной ловли перестанут добывать рыбу или станут неудачливыми в этих промыслах и так далее. Но, еще раз подчеркиваю, эти запреты, хотя и существовали, они были очень органично вплетены во всю структуру семейной жизни и не оказывали какого-то особого угнетающего воздействия на положение женщины внутри традиционной семьи. Одновременно с подобными запретами и в связи с подобными запретами существовало и своеобразное разделение пространства внутри жилища, которое характерно было для всех народов Севера. Как правило, такое разделение проходило по горизонтальной линии и делило жилище на женскую и мужскую половину, будь то землянка, будь то чум или еранга. Как правило, такое разделение происходило следующим образом. Правая сторона считалась мужской, левая сторона, соответственно, считалась женской. Иногда применялось и другое деление. Сторона, противоположная от входа, считалась мужской, а ближе к входу считалась женской. Как правило, вот такое деление по отношению к входу, оно было характерно для переносных жилищ, для чумы, еранги и характерно, соответственно, для таких народов, как ненцы, чук, чекоряки. В принципе, вот это разделение, оно имело не только мировоззренческое, о чем я сказал чуть раньше, но и практический смысл, поскольку именно рядом с входом находилась та утварь, которая была подведомственной женщине. То есть различные посуда, емкости для воды, очаг, как правило, находился тоже ближе к входу, различные вешала для одежды, для шкур, которые обрабатывала женщина, инструментарий, которым пользовалась женщина, тоже находился в этой части жилища. То есть фактически женской половиной считалась та половина, где женщина производила свою работу, где протекала основная часть ее жизни. То есть функционально такое разделение жилища на мужскую и женскую половину тоже имело вполне определенный смысл. И опять же подчеркну, что ограничения, которые касались разделения жилища на вот такие две половины, мужскую и женскую, касалось не только женщин, но касалось и мужчин. То есть как женщина соблюдала запреты заходить, либо что-то трогать на мужской половине жилища, так и мужчина соблюдал подобные запреты по отношению к женской половине жилища. Точно так же можно сказать и о предметах женского труда, то есть различных игольницах, скребках для шкур, наперстках и так далее. То есть все эти женские предметы также считалось нецелесообразным и нежелательным трогать мужчинам, которые тоже вынуждены были соблюдать вот этот своеобразный запрет. То есть запреты, еще раз подчеркиваю, либо ограничения, точнее говоря, были обоюдными внутри семьи. И они не носили, как правило, антагонистического характера. Это были ограничения, которые позволяли структурировать семейную жизнь, которые позволяли выделить определенные сферы деятельности для каждого члена семьи. И таким образом ограничивали возможность пересечения этих сфер. Ну а поскольку специализация это двигатель прогресса, то в данном случае ограничение сфер деятельности может быть признано в качестве положительного фактора. И ничего, скажем так, угнетающего в таком разделении искать не приходится. Ну и поскольку разделение, действительно, такое функциональное разделение существует, то, соответственно, ему существует и разделение тех видов деятельности или разделение труда, которое также характерно для традиционной семьи. В принципе, разделение труда, которое существует в традиционной семье, оно достаточно понятно, оно достаточно четко обосновано теми функциями повседневной жизни, которые семья выполняет. В частности, женщина, естественно, в первую очередь отвечает за воспитание детей, естественно. Женщина отвечает за приготовление пищи и, соответственно, за всю домашнюю утварь. Женщина одновременно отвечает и за изготовление одежды, то есть за пошив, за вышивку, украшение одежды. И очень важная функция женщины в семейном разделении труда – это общение с водой и огнем. Именно потому, что на женских плечах лежит забота о домашнем огне и забота о воде, которая используется и для приготовления пищи, и для гигиены и так далее. Именно поэтому в данную сферу мужчина не вмешивается. И женщина сама обязана носить воду, как правило, женщина сама обязана заготавливать дрова, женщина сама разводит огонь, женщина сама поддерживает огонь в очаге. И делается это вовсе не потому, что мужчине лень заниматься этими видами занятий, а делается это потому, что именно женщина является тем носителем, с мировоззренческой точки зрения, тем носителем традиций, связанных с огнем и водой, которые характерны для традиционного общества. То есть женщина наилучшим образом может позаботиться о богине огня, которая живет в каждом домашнем очаге. И именно со стороны женщины этот огонь ждет уважения, ждет помощи, ухода, ласки и так далее, а не со стороны мужчины. Именно поэтому женщина и концентрирует в своих руках вот эти виды хозяйственной домашней деятельности. Еще раз подчеркну, это опять же вовсе не от некоего угнетенного и приниженного положения женщины, наоборот, это большая привилегия, которая позволяет женщине играть очень важную роль в семейном быту, в семейной жизни вообще. И в свою очередь мужчины концентрируют в своих руках иные виды деятельности. Это в первую очередь деятельность, связанная с различными промыслами. Это охотничий промысел, рыболовецкий промысел, это выпас оленей. То есть вот здесь фактически полностью мужчина доминирует и эти виды деятельности являются характерными именно для него. Но за одним единственным исключением. Такое разделение труда в семье, оно существует только тогда, когда семья функционирует нормально. То есть когда в семье существует и муж, и жена, и дети, а желательно еще и более старшие родственники. То есть когда семья полная. В таком случае разделение труда соблюдается в полном объеме. Если же семья не полная в силу разных причин, либо мужчина овдовел, либо наоборот женщина осталась вдовой, то соответственно меняются и формы разделения труда. То есть происходит так называемая смена ролей. Если нет жены, то естественно мужчина сам будет приносить воду, сам будет готовить пищу, сам будет обрабатывать шкуры даже. Если нет другой возможности, мужчина сам будет заботиться об огне. Разумеется это не лучший вариант, но если нет другого выхода, такое считается допустимым. Если же и наоборот у женщины нет мужа, то соответственно она сама может не только обрабатывать шкуры, не только шить одежду, но сама может отправляться и на охоту, ловить рыбу, пасти оленей и так далее. Опять же, этот вариант не будет считаться идеальным, и такая женщина не будет считаться в полном смысле нормальным членом общества, но тем не менее, как вынужденная мера, такое вполне допустимо в традиционной культуре, и такие явления достаточно часто встречаются. Особенно если учесть, что, к большому сожалению, в обществе коренных малочисленных народов Севера продолжительность жизни женщин в среднем намного выше, чем продолжительность жизни мужчин. Поэтому такая необходимость в усвоении женщины некоторых мужских хозяйственных занятий, она, к сожалению, действительно существует. В традиционном сообществе коренных народов. И по этой причине даже, например, в советское время появлялись женщины, которые являлись лучшими охотницами в определенных районах, даже областях. Их успехи всемирно пропагандировались. На самом же деле, эта мера с точки зрения традиционной культуры была всего лишь вынужденной мерой, когда женщина была поставлена в подобные условия. То есть, таким образом, еще раз подчеркну, что вот все нормы семейной жизни, все нормы разделения труда, принятые в семье, нормы, накладывающие ограничения, определенные ограничения на женщин и на мужчин, являются нормами, вызванными не доминированием одного пола над другим, а нормами, скорее, структурирующими семейную жизнь. То есть, фактически, это было элементарное соблюдение правил, которое в силу накопленного опыта оказалось наилучшим распределением ролей внутри определенного коллектива, то есть внутри семьи. И именно благодаря такому разделению труда семейный коллектив мог функционировать наилучшим образом, наилучшим образом выживать в суровых северных условиях. Но поскольку традиция являлась гарантией выживания, то, соответственно, эта традиция и соблюдалась в очень четкой и жесткой мере, поскольку всякое несоблюдение традиции, всякий отказ от наилучшего накопленного опытом знания был чреват различными неприятными последствиями, ну а в конечном итоге вымиранием рода, семьи, рода или даже племени. Поэтому традициям стремились всегда следовать и стремились им соответствовать. Ну помимо, скажем так, разделения труда и структурного разделения, существовавшего между мужчинами и женщинами, очень важную роль в семейной жизни играл еще один слой, если можно так выразиться, членов семьи. Это дети, которые появлялись в семье, и в принципе дети были самым главным, самым важным стремлением каждой семьи. Очень широко было распространено такое явление, как многодетные семьи, очень широко было распространено стремление иметь как можно больше детей. И в принципе, чем больше было детей в семье, тем более счастливой, более благополучной считалась такая семья. И наоборот, если детей не было, то, соответственно, семья считалась неполной, неполноценной, и более того, именно отсутствие детей, как правило, являлось причиной для развода, которые допускались традиционной культурой. В принципе, вот, кстати говоря, развод, возможность развода является еще одним аргументом в пользу отсутствия какого-то угнетения внутри семьи, которое пропагандировалось еще в недавнее время советской историографией. Как женщина, так и мужчина имели право на развод. Женщина в таком случае просто собиралась в свои вещи, которые получала в форме приданого, и отправлялась жить к своим родителям. Другое дело, что, естественно, такая ситуация не считалась нормальной, но тем не менее допустимой. Мужчина, в свою очередь, тоже мог потребовать развода, если жена не могла родить детей, но был другой выход из ситуации. Если жена не могла произвести на свет потомство, мужчина имел полное право взять себе в жены еще одну женщину, которая могла бы восполнить тот пробел, который не смогла восполнить первая жена. Хотя, сразу оговорюсь, что такие семьи, где существовало несколько жен, то есть традиции многоженства, встречались достаточно редко. То есть, как правило, это либо вынужденная мера, когда первая жена оказывалась бесплодной, либо второй вариант, такой наиболее широко распространенный, когда мужчина являлся достаточно зажиточным человеком, имел большое стадо оленей, например, и это стадо требовало серьезного ухода. Ему нужны были дополнительные рабочие руки, и вот тогда он мог себе позволить взять еще одну жену. Точнее говоря, был вынужден брать еще одну жену, а может быть и третью, но больше трех жен в традиционной культуре встречалось крайне и крайне редко. Ну и, разумеется, эта традиция к 20 веку, традиция многоженства существовать практически перестала. И в настоящее время она у народов Севера уже не встречается. Но вернемся к роли детей в традиционной семье, о которой я начал говорить. И если мы поставим вопрос о том, кто главный в традиционной семье, то самым ответом, самым близким к истине, будет как раз ответ «дети». Поскольку именно дети в традиционной семье обладали наибольшими, пожалуй, правами по сравнению со всеми остальными членами семьи. Вообще система воспитания, существовавшая в традиционной культуре, это совершенно особый предмет разговора, и об этом мы еще с вами поговорим несколько позже. Пока замечу только вкратце. Столь большими правами, столь большими возможностями, которыми обладали дети в традиционной семье народов Севера, они обладали, пожалуй, дети не в одной другой культуре. Ну, за исключением, может быть, японской культуры. То есть детям разрешалось практически все. Ругать, тем более телесно наказывать ребенка в традиционной культуре было абсолютно не принято. Ребенок мог делать то, что считал нужным для того, чтобы познать мир, в том числе бегать, кричать, мешать взрослым и так далее, и так далее. Единственный способ воспитания, ну, самый важный, пожалуй, способ воспитания, который применялся в традиционной культуре, это воспитание собственным примером. То есть мужчина, соответственно, этим примером обучал мальчиков, а женщина своим примером обучала девочек. То есть вот этот принцип «делай, как я, и ты будешь полезным членом общества» был, пожалуй, доминирующим. Ну, одновременно ребенок считался существом, по крайней мере, до определенного периода, считался существом очень близким к духам. Именно поэтому запрещалось громко кричать на него, запрещалось бить ребенка, поскольку фактически этим самым можно было разгнивать сверхъестественных существ, духов, которых символизировал в данном случае ребенок. Именно поэтому, как я уже сказал, ребенок, пожалуй, особенно маленький ребенок, был истинным членом, истинным главой семьи, истинным стержнем, который связывал семью и который фактически доминировал в течение определенного времени. Еще одна социальная структура, которая входила в состав семьи, это, безусловно, пожилые люди, которые являлись либо родителями невест, либо родителями жениха, в зависимости от того, где, вернее, проживала данная семья. А старики внутри традиционной семьи тоже играли очень большую роль. И связано это было с тем, что они являлись носителями определенного знания. А старики являлись носителями не только социального знания, они являлись носителями и мировоззренческих знаний и навыков. То есть знали традиционные верования, знали мифологию и так далее. И в этом смысле роль стариков была очень и очень велика. По этой причине к старикам относились очень уважительно. Старики занимали почетные места внутри жилища, занимаемого семьей. И старики обязательно, даже если они были не способны уже что-либо делать по хозяйству, обеспечивались всем необходимым для жизни. С другой стороны, бесполезный член семьи это, в общем, был нонсенс даже для самой маленькой и самой, скажем так, слабой традиционной семьи. Поэтому старики по мере сил также участвовали в традиционном разделении труда, выполняя ту работу, которая была им по силам. В частности, старики плели сети, например, или ловушки для рыбы из корней деревьев или ветвей деревьев. То есть делали ту работу, которая была им по силам. Делали то, что было возможно. Старики занимались резьбой по дереву, например, изготавливали вещи из бересты. Пожилые женщины, соответственно, по мере сил выполняли легкую работу по украшению одежды, вышивкой, например, или бисерным плетением и тому подобное. То есть, по мере сил старики также участвовали в семейном разделении труда. Но еще раз подчеркну особую роль они играли именно привнося в семью те знания мировоззрения, те знания мифологии, которыми они обладали, которые они накопили в течение своей долгой жизни. И по этой причине как старики, так и, например, женщины очень большую роль играли в так называемых семейных религиозных культах. Вот эти религиозные культы, они, в принципе, могут быть выделены в особую сферу вообще традиционных верований малых народов Севера. И характеризуются они тем, что очень малую роль в семейных культах играли мужчины. Доминирующее положение здесь занимали женщины. Как жены, так и более пожилые женщины, старухи, которые тоже проживали в этой семье. Одним из наиболее важных семейных культов являлся уже упомянутый мною культ огня, то есть забота об огне, кормление огня свежим топливом, а иногда и кусочками пищи, жертвоприношение огню, то есть когда в огонь помещались лоскутки ткани, например, или пучки шерсти, все это находилось именно в руках женщин. И именно к женским просьбам огонь считался наиболее благосклонным и наилучшим образом прислушивался. То есть, фактически, огонь являлся одним из наиболее важных семейных духов-охранителей. И именно от огня, согласно традиционным верованиям народов Севера, зависело благополучие семьи. Огонь мог подарить женщине плодовитость, возможность родить большое количество детей. И огонь же заботился о том, чтобы эти дети не болели. Он отпугивал злых духов и таким образом давал детям, да и всей семье, здоровье и, соответственно, благополучную жизнь. Помимо огня, очень важную роль в семейных культах играли так называемые домашние или семейные духи-покровители. Вот здесь имелась и определенная роль мужчин, которые изготавливали фигурки этих домашних покровителей. Но, опять же, забота о женщинах, забота об этих фигурках, об этих духах-покровителях находилась, опять же, в руках женщин. То есть, фактически, в духовной жизни семьи женщины занимали главенствующее, доминирующее положение и это объяснялось тем, что именно женщина подавляющую часть времени, подавляющую часть жизни находилась внутри жилища. А почитание семейных духов и почитание духа огня напрямую были связаны именно с жилищем. И это почитание происходило внутри жилища, как правило. мужчина далеко не всегда в этих обрядах даже принимал участие, перенося все заботы по отправлению этих культов на плечи женщин. Таким образом, традиционная семья у народов севера играла очень важную роль как социальный институт, во-первых, как определенная экономическая ячейка, во-вторых, и как ячейка духовной жизни в-третьих. То есть весь этот набор традиционной жизни внутри дома, внутри семьи, он был четко структурирован в рамках вот этой семейной структуры, которую я вам попытался сейчас описать. Ну, а ответ на вопрос кто в семье главный по-прежнему остается открытым. то есть в семье главный и мужчина, и женщина, и дети, и старики. То есть семья это единый организм. На этом, уважаемые друзья, тема нашего занятия подошла к концу. Я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго.